Добрый вечер господа. Мы очень рады вас видеть на Криворожской земле. Какое у вас настроение? Настроение боевое. Пришли боксировать с парнями, которые первые номера клуба Азербайджана. Наша команда очень рада, что приехала сюда. Нас очень хорошо встретили, очень гостеприимно. Мы даже такого не ожидали, если честно. Нам все очень понравилось. Думаем показать хорошие бои, чтобы ответить за именностью. А получится ли после такого гостеприимства настроиться на то, что придется выходить в ринг? Это спорт. Мы же только в смысле о спорте делаем. Так что у нас личных никакого нет. Только у нас спорт. Успели ли увидеть город? Как вам Криворог? Отличный город, спокойный, гостеприимный. Везде люди гостеприимные. Спасибо, что хорошо встретили. Хорошо встретили. Хороший тренер, состав хороший. У Костя, которые встретили нас. Огромное спасибо. Когда узнали о том, что есть такая возможность выступить на турнире в Кривом Роге? И как готовились? Мы пришли уже неделю здесь. 10-15 дней тому назад сказали, что готовьтесь. Мы как раз согласовались с тренерами. Пришли. Этого времени хватит, чтобы подготовиться полноценно? У нас тоже парни готовятся республике. Чемпионатом они тоже занимались. ОФП у нас была физическая подготовка. Потом приключились. Нужно соревнования. Эти пришли вот так. Каран, сколько времени занимает подготовка к значимому турниру? Мне кажется, месяц полно хватает. Потому что ты постоянно все равно тренируешься. А чтобы именно подготовка к соревнованиям, мне кажется, месяц, три недели хватает. Твой самый значимый турнир – это Олимпийские игры, верно? Ну, можно сказать, да. Или все еще впереди? Нет, ну, конечно, все еще впереди. Мне только 24 года, и я еще собираюсь на одной Олимпиаде выступить. Доводилось ли проводить бои? Наверняка доводилось с украинскими, возможно, с криворужскими соперниками. Как оценишь? Я вот недавно на чемпионате Европы в Харькове боксировал в финале. С Кишинком? Рамис, как вы оцените в целом уровень украинского бокса и тех ребят, которые будут противостоять вашим подопечным, будут выходить и боксировать? Ну, украинский бокс уже давно себя показал. 2011 года, они в Баку первое место заняли. Там без команды первое место заняли. Четыре или пять золота было там. На голове Василий Ломашенко первое место, потом Усик, потом Хитров. В землях, Женя, Хитров, из города Кривого Рога. Да, Хитров, потом Гвоздик, вот там. Все молодцы. Ну, ваш кривой боксер тоже хороший боксер, мастер спорта. Все они международники. Поэтому будет хороший вечер, мне кажется. Вот те ребята, которых вы перечислили, они практически все сейчас боксируют в профи. Ты нацеливаешься на профи ринг? Да, у меня есть цели, и я тоже хочу после следующей Олимпиады перейти в профессиональный бокс. В целом, можно ли охарактеризовать вот азербайджанский стиль бокса? Какой он? Ну, азербайджанский стиль бокса у нас... Что зрители увидят? Техничный бокс увидят. Наши бойцы техничные. Мы всегда отличаемся от техникой, которой у нас парни техничные боксируют. Ты согласен, что техника прежде всего? Ну, конечно, у каждого свой стиль. И есть, конечно, техничные боксеры, есть, которые драчуны, которые дерутся. Ты что предпочитаешь? Ну, я больше предпочитаю драчливый бокс. Ну, с умом, конечно, не просто так. То есть такая рубка, но все-таки с мыслью. Да. Хорошо. Что можно сказать об украинском стиле бокса? Ребята техничные или нет? Украинский бокс техничный, они драчуны. Мы постараемся их обыгрывать. Постараемся их, если с ними так пойти вперед, ба-бан, как называется, ну, может там получить, не получить. Но философия бокса – это что? Бить и не получать. Вот техника базы. Это в идеале. Да, да. Нужно бить и не получить. Мы постараемся технически боксировать. Камран, твой наставник перечислил украинских боксеров, которые сейчас выступают в профи. О ком из них ты слышал? Как ты оценишь, в принципе, их уровень, их бокс? Ну, что многие говорят об Усике, о Ломаченко в первую очередь. Да, ну, я их всех знаю, ну, конечно, только заочно знаю. Я их не видел. Когда они по мужикам боксировали, я выступал по молодежи. Конечно, для меня они кумиры. Ну, как для любительского бокса я всегда восхищался. Как Ломаченко, так же и Усиком. Они очень хорошо… Ну, бокс на высшем уровне у них. Ты смог бы встретиться, допустим, со своим кумиром, теоретически, на профи-ринге? С какими эмоциями бы ты выходил? Ну, у меня сейчас такое было уже любительский бокс. На Олимпиаде, кстати, я всегда смотрел на одного российского боксера. Ну, в детстве. Он был чемпионом Европы все то время. Я думаю, может быть, я когда-то с ним встречусь. А так получилось, что в втором бою на Олимпиаде я с ним встретился. Так же… Ну, это бокс. Мы тоже взрослеем и… Ну, все возможное. Это профессия, как говорится, «Набжение хитров». Это бокс, это жизнь. Может быть, конечно. И в следующих годах они по профи или где-то могут встречаться. Спасибо вам за разговор. Дякую за разговор. Сак Алу. Спортивная середа добігла кінця. Проведите все вихідни спортивно. И бережите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!